Здравствуйте дамы и господа, приветствую вас всех, с вами Николай Партийный, это игра Hearthstone, карточный игрок от компании Blizzard. Продолжаю играть в эту карточную игру и потасовка. Возвращение Механозота. Механозот жаждет взять реванш. На этот раз противник, против него сражаются другие союзники, удача в этой совместной потасовке. Раньше, в принципе, вам давались одни персонажи, в этом другие, теперь вы играете за друиды и за мага. Если в предыдущем видео вы играли за жреца и за паладина, то тут уже как бы по-другому. Но, обратно же, все зависит от вашего абонента. Если он какой-нибудь там деградант и вообще не знает, как о системе игры, как нужно и какие карты вообще в колоде присутствуют у него, то, в принципе, ничего не получится и в основном Механозот выиграют в процентах 75. Но так же, если вам и не зашло. Но если вам зайдет и вы правильно разыграли, то тут уже все от вашего абонента зависит сильно. Ну что, как я, в принципе, найду игру, сразу запущу и покажу вам, как должно зайти идеально просто. Приветствую, дамы и господа, с вами Николай Партийный. Это игра Hearthstone, карточная игра от компании Blizzard. Играю против босса. Под названием Механизатор Механозот. Вот, зашли, в принципе, три леи основные. Хотел показать всю систему. Нужно быстрее разогнаться, чтобы наш абонент набрал картки в захренании. И потом выставить хранителя и Минхауса к 10-му ходу. Ну, постараться, да, то есть, и надо до этого времени дожить. Но если, конечно, абонент ваша... Тупарь, то в основном, как бы, вы не выиграете. Ну, тут что, я думаю. Разыграем. Он его сразу не убьет. Он разгоняется. То есть, значит, ход либо нам по четыре уже, да, до матча будут наносить. Либо же снесет вкусного зомбика. Ну, тем самым отхилит нашего товарища. То есть, мне нужно ждать, да, какие-то, набирать карты. Вот отхилили мага. Неплохо. Сейчас пока ходим. Ученики, внимание. Чем-чем-чем-есть. Примерно просчитываем, что есть у нашего кандидата. Сколько карт. С-6, да. С-6, я думаю, у него может быть две карты заклинаний. Это немного. Так, вот, видите, да, разгоняет нас по мане. Тоже, даже хорошо. Ну, еще пока рана, да? Бьем на канар. Зот этого прорвитого. То есть, он разгоняется еще. То есть, нам нужно так, чтобы нашему абоненту дал какую-нибудь силу отдать, да, какой-нибудь там исцеление какой-нибудь, какой-нибудь там рев, чтобы он мог разыграть тоже потом для нас же, через того же хранителя Иссорича. Тут сильно идет зависимость от карта абонента, что ему вообще зайдет. Вот, дракончик, да, видно, что он набирает. Значит. Ликвидирует существо, ладно. Так. Снова берем две карты, набираем карты. Вот, отлично, в принципе, начало. Снова берем две карты. Вот, смотрите, главный эпизод. Сейчас, да, я знаю, что у него секрет. Копирайт. Не знаю, у этого босса он двоих сразу эти хранители убивает, или только одного. Я бы, конечно, сейчас дал бы ему авиану на следующий ход, как правильно. Но, я не знаю, как бы... Нефритовая змея направляет. И себя хилю. То есть, видите, неплохо мне сыграно, да, говорит. Пока что я ничего не буду делать. То есть, он убивает хранителя Чо. И еще один хранитель Чо есть у него. То есть, видите, он сразу, как бы, двоих может загасить. Что самое главное там. Вот, видите, как, как все это играется. Вот, отлично, отлично. Ну, вот это он зря сделал, он зря сделал, да, попалил мне карты, блядь. Ты Чо, дебил, что ли? Взял, спалил мне карты, блядь, мудак сраный, блядь. Взял, спалил мне две карты, блядь. Придурок мне спалил две карты, блядь. Представьте, да, народ? Просто идиот, блядь. Не знаю, на что он там думал, этот полудурок, что ли, блядь. Но он мне спалил две карты целых. Сейчас у него можно там разграбать все карты. Не знаю, там, аааа. И еще мне надавать, блядь, было. Он взял, тупо мне загрузил картами этот полудурок. Вот такой вот абонент вам может попасть, блядь. Мои глаза всегда открыты. Не, ну видите, какой придурок. Он мог сейчас похилить меня на шесть. И в итоге, что он делает, блядь. И сейчас, смотрите, этот все ликвидирует. Потому что этот придурок наложил карт. Все. Я разыграл просто божественно все сейчас, да? Вот, блядь. А он какой-то фигней занимается. Дважды мог меня похилить, да? Там, как. На максимум. И хочет авиану еще слить. Слить авиану, блядь. Это просто деградант, народ. Вот вы сами видите, да? Он мог тут, я не знаю, мне надавать столько карт, блядь. Ну, дохренище. В итоге, он какой-то фигней занялся, блядь. Ну, короче, полный чумошник. Вот, я разыграл отлично, все. Вот, если ваш абонент такой клон, блядь, да? Ничего не может сделать. Я ему авиану отдал. Я ему, блядь. Да, все сделал, да? Пожертвовал с собой. А он мне спалил две карты. И этот мудень, блядь. Намар даже меня не похилю на максимум, блядь. То есть, он знает, что у меня тоже копирайт. Потому что у меня такая же карта. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну, че сегодня глупо оказалось? КОНЕЦ Надо было этому Fireball в лицо стукнуть, короче. Магу, блядь. Юпсель-мопсель. Падли. За то, что он фигню такую сыграл. Ну, сами видите, да? Мне зашло офигенно. Я разыграл просто идеально. Под его копирайт. Авиану сыграл, да? Там все дела. А он мне взял падла. Пожег все карты, блядь. Просто начал жечь мне карты, блядь, да? Он до этого, да, должен мне этих карты надавать был. Сначала. А он взял мне их, пожег, блин. Я вот таких вот потасовок просто взрываюсь. Просто, не знаю. Меня начинает, блядь, гореть просто. Вот сами видите. Вы играете хорошо. Знаете как систему. А вам ваш противник, да? Абонент, по сути дела. Как бы союзник. Как союзником не назовешь. Ему, блин, уже подсирает еще, блин. То есть, вот так вот, как бы. Почему мне не нравятся эти проклятые потасовки? На этом все. С вами был Николай Партийный. До новых встреч.